Всем-всем доброе утро! У нас сейчас время 20 минут 8 и мы с Ваней, с Мариной, со Светой идем в садик. Сегодня первый день идем в садик. Нам, как многодетным, позвонили, спросили, пойдете будете ходить или нет. Я, конечно, согласилась. Потому что будет удобнее ремонт делать без них, без маленьких, чем с маленькими домами. Да и пусть развиваются там все-таки дети, все равно куда интереснее. Нет, дома, конечно, у нас тоже дети. Решили мы отдать, попробовать их в садик. Посмотрим, как они будут себя там вести. Ну, а там потом видно будет. Чего уж греха таить. Ладно, идем. Договаривались с подругой, а что-то она не подошла. Или она уже ушла. Ну, а мы идем потихоньку в садик. Все, отвели мы их в садик. Ванька заплакал. Марина вроде бы нет. Там воспитатель у нас будет Оксанин, Любовь Геннадьевна. Поэтому посмотрим, как он будет. Если будет сильно плакать, то там буду уже решать. Или в садик дальше выводить, или дома оставить. Конечно, хотелось бы, чтобы в садик походил немножко, пообщался с другими. Да и нам от него тоже немножко отдохнуть. Хоть руки развяжутся. Сможем что-то больше делать, да, Света? Ладно, и сейчас идем домой. Всем добрый вечер. Ваня, помахай всем привет. Помыши. Сыну. Так сейчас папа придет. Как вы думаете, куда мы собрались, Марина? На речку. На речку, да. Поедем на великах. Ваня прям папу ждет сильно всей семьей. Там девчонки на великах уже. Сейчас дом закроем и поедем. Не, это потом мы в магазин заедем, пить возьмем. Да я тебя не снимаю сейчас. А дом-то что никто не закрывает? Дом-то что не закрывает? Ну, пить возьмем, да что-то покушать, ребятишка. А та, потому что, видишь, везти не на чем, поэтому... Ладно, ребята, едем на речку отдыхать. Все, мы приехали на речку и сидим. Девки боятся идти купаться. Мариночка, купайся давай, купайся. Сейчас, сейчас с мамой пойдем. Ладно, пойду я с ним. Купаемся. Катя, тебе хорошо? Света побежала. Ваня прям со мной в шею вцепился и купался, да, Ваня? Ваня, тебе хорошо? Сидим сосиски кушаем. Меня не снимает. Сейчас, не получил. Так хорошо на речке. Света Марина, видишь, боится. Крабик, да, Ваня, Тома? Ну, так ты аккуратно. Кого? Мама, где крабик? Какой крабик? Мама, ты спасала. Света, ты так полностью еще не заходила в воду? Вот так самым больше? А что так? Мама, нам два-три есть сумочки. Угу. Мама, я в воде купили. Хорошо на природе, тепло. Два кораблика. Да, Ваня, кораблики, вон, лодочки плавают. Да, Ваня? Где они? Вон там, да, они, Ванечка? Видишь, как хорошо там. Все купаются. Папа. Папа дальше всех плавал. Я, мне не получилось, у меня Ваня не дает. Дай я попью тоже, пожалуйста, а то я пить хочу. А я плавать не умею, Папа. Там Катя, Маша и Мариночка. Мариночка, далеко не заходи. Мама, мама, могу мячить? На, ты только. Угу. Давай, ты играй с него. И мне. И мне. Ури, друзья, ури. Да. Тут уже несколько на великах пацанов. На. Ладно, иду плавать дальше. Все, ребят, приехали мы с речки. Счастливые, довольные, уставшие. Света недовольная? А что? Комаров много. Комаров много? На вечер. И оводы. Ну, на днем ехать, чтобы оводов меньше было. Мне путем покупаться не получилось, потому что Ваня с рук не слазил. Ну, потом, под конец я зашла, немножко поплавала. Совсем чуть-чуть. Катя не умеет плавать, но немножко попалькалась же ты в воде что-то. Мама, надо всем круги. Круги надо купить, да, завтра, наверное, поеду круг покупать. Марина, тебе понравилось? Да. Еще поедем? Да. Ну, хорошо. Так что, ребята, вот как-то вот так вот. Если вам понравилось, не забывайте, что Марина поставит нам? Лайки. Лайки, да. Ладно. И обязательно подпишитесь на наш канал. Не забудьте, да, пока. Скажите, пока, пока. Ребята, у нас уже поздний вечер. И я сегодня не засняла покупки. Вот честно говорю, вообще что-то из головы вылетело. Я с речки такая уставшая приехала. Ну, мы потом сходили в магазин, мы купили пельмени. Я купила 4 палки колбасы. Потом взяла кусок мяса. Пельмени мы отварили. Сейчас уже поужинали. Сейчас будем спать ложиться. Сейчас покажу, какую колбасу купила. Так, ребят, вот у меня эти 4 палки колбасы. Это вся фирма Папа Может. Ну, тут филейная, со шпиком. Потом ветчина и еще. И вот такое вот сегодня еще взяла сало белорусское. На 400 рублей кусочек. Думаю, пускай будет на всякий случай. Потому что вот, ну, бывает. Сегодня мы такую вот охотничью колбаску с мужем покупали. Я, по-моему, показывала. Ну, вот в целом на речку с собой брали, съездили. Вот такие вот у нас покупочки были. Так, ребят, теперь смотрю, куда вот мне мясо положить. Видите, морозилка. Вот, да, вот такой вот кусок мяса купила на ребрышке. У меня тут уже есть такое же свинину брала. Вот сколько раз беру, мне нравится. И каждый раз вот прихожу, если знаю, что мне хватит на кусок мяса, я покупаю. Пока вот так вот положу. Видите, морозилка полная. По сути, курицы я завтра разрежу. Тут у меня где-то еще курица лежала на разрезать. Вот такие вот покупочки. Катя себе делает пельмешки. А кому? А, это Свете. Вот такие вот пельмешки сварили. Катюшенька сегодня варила. И сломали тарелки. Сразу отвечая на вопрос, тарелку, да, одну сломали. Почему я редко покупаю стеклянный? Видите, вот они взяли, уронили, все, она сломалась. И причем нынче уже не первую эту тарелку они ломают вот таким вот образом. Все, сразу в линейку. Ребята, и да, сейчас, Мариночка, я тебе чай сделаю. Хотела я рассказать. Я сегодня ездила с мужем в компанию, в город на счет окон. Мы отказались от той компании, у которой мы первую заказывали. Мы три недели ждали, толку ноль. И сегодня мы съездили, заказали у нас в городе, здесь окна. Нам уже сказали, что в понедельник будет подписан уже между ними договор. Ну, я с ним буду подписывать договор. Все уже по сумме посчитали. Все посчитали и подоконники, и обналичники, и сетки москитные. Все, все, все в стоимость у нас вошло. И мужу поедем, наверное, завтра или когда. Но, по идее, завтра, наверное, не смогу. Завтра мне на сына флюорографию пройти и сфоткать. Потому что на следующей неделе мы едем в Селикамск поступать. Многие спрашивают, на кого Ильюша у меня хочет поступать. Он хочет поступать в автодорожной на механико. Он давно хочет на механико поступить. Вот мы туда поедем поступать с ним. Там посмотрим, что получится. По мере поступления проблем будем их решать. Завтра днем мне надо еще сходить по одному делу. И потом мы занимаемся подготовкой. Будем убирать с кухни мебель. Будем все сначала, в первую очередь, будем кухню и у мальчика в комнату делать. А потом уже все остальное. А это кому? Ильюшка. А Ильюша что, дома? Нет. Вот я про что говорю. Вон она. Сегодня хорошо на речку съездили. Ребята отдохнули прям. Ну, мне не получилось только нормально поплавить. Потому что у меня Ваня постоянно был на руках. Я девчонок просела, говорю, поснимайте. Свету, по крайней мере, просела. Говорю, Света, поснимай, как Ваня сидит у меня на руках и не слазит. Я в воду с ним заходила и на руках. Он боялся воды. Я не знаю, у вас дети, напишите, боятся воды или нет. Но вот у нас Ванечка, он боится воды. И поэтому, когда мы в воду зашли, он в меня вцепился. Я даже не разделась. Я только футболку сняла. И Ваня полностью был в одежде. И вот так потихоньку, шажочкой, мелкими мы заходили в воду. Ну, ничего. А потом он сам даже у меня стал проситься идти в речку. Мы потом опять пойдем на речку. Обязательно пойдем на речку. Когда папа будет в выходной, мы обязательно пойдем на речку. Да, Катя? Девочки просят меня купить им как эти круги. Я завтра поеду в город и куплю им круги. Суп. Съели за два дня. Сейчас помою кастрюлю. Обязательно поедем. Ваня прибежал. Ку-ку-ку. Сам уже просится. Представляете? Знаете, какой я круг хочу для маленьких с ножками внутри посмотреть на речки и купить для Ванечки такой. Ну и для Марины тоже. Сегодня Марина тоже боялась зайти в воду. Ну, в принципе, так она нормально себя вела на речке. Ну вот, Ванечка, говорю, он у меня с рук не слазил. Он боялся. Он ни к папе не шел, ни к Свете никому. Он за маму, знаете, так за шею вцепился мне. Потом он более-менее уже начали ножками даже был дыхать начал. Но в целом нормально поплавал. У мамы на руках. Можно так сказать. Но я довольна, знаете, постепенно он привыкнет. Он еще маленький. Ему еще только два годика. Так что два с половиной считайте. Он еще маленький. Это ничего страшного, то, что он боится так воды. Я думаю, что ни одной у меня так ребенок боится воды. И поэтому в этом ничего плохого не вижу. Вот такой, ребята, у нас сегодня был влог. Да, я знаю, что вы мне опять напишите, что опять одна болтовня. Настя, ты ничего путем не показала. Но, ребят, потерпите. Сейчас начнется... Я очень надеюсь, что эта компания меня уже быстро сделает окна. Быстро мне их привезут. И у меня все уже пойдет ремонт дальше чередом. Потому что я за эти три недели у меня столько нервоза ушло. Это просто. Ну, ладно, не об этом суть. Будем надеяться на все, на самое хорошее. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам пальчики вверх. Ну, или пальчики вниз. Это уже вам решать. Я очень надеюсь, что в нашей жизни с этим ремонтом переменится вся наша жизнь. Поэтому оставайтесь с нами. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok